МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не просто красивым, удобным, но и присмотренным. Сквер для всех и каждого. Новое общественное пространство появится летом на Тайване благодаря активной позиции жителей района. Девять, десять, циклами нет. Главное лекарство – сам врач. Команду студентов-медиков из разных городов сразились на Олимпиаде в Благовещенске. Он, как ребенок, очень добрый и любопытный. Всегда рад гостям и каждому дарит свою ласку. Яша просит помощи. Городскому зоопарку нужны средства на строительство вольера для нового постояльца. Новый сквер появится в Благовещенске. Его строительство в районе Тайваня стало возможным благодаря позиции местных жителей, активно голосовавших за свою территорию. Городские власти, в свою очередь, держат слово и благоустраивают места, занявшие три первых места. В прошлом году был парк дружбы в этом отдаленный район. В преддверии строительства с жителями встретилась мэр города Валентина Калита. Мы надеемся, что это место будет не просто красивым, удобным, но и присмотренным. Удобно будет всем. Для взрослых оборудуют спортивную зону с турниками, шведская стенка и площадка для стритбаскета. Для детей поставят качели и горки. При разработке проекта городские власти учли пожелания жителей. Кто живет в общежитии, вышел вечером, либо как им удобно в свободное время прогуляться, пройти, отдохнуть, подышать воздухом. Если будут какие-нибудь лавочки, сесть, посидеть, почитать те же лекции, там поучить. Мне кажется, будет хорошо и удобно. Лавочки, конечно же, будут обычные и с навесом от солнца и дождя. Кроме того, место отдыха осветят фонарями двух видов, четырех и девятиметровыми. Вокруг обустроят живую изгородь, тротуары и проезд для автомобилей. Мы постарались этот проезд разместить таким образом, чтобы сохранить по максимуму существующие деревья, которые здесь уже давно растут. Практически, ну там, по-моему, по минимуму одно или два дерева всего пострадает при прокладке дороги. Значит, для того, чтобы удобно было размещаться автомобилем, в начале въезда, значит, будут размещены парковочные места. Там, по-моему, в пределах 24 парковочных мест. Реализуют этот проект по итогам народного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство сквера уйдет порядка 40 миллионов рублей. Практически уже завершаем все подготовительные работы для того, чтобы практически уже выходить в конкурсные процедуры и начинать в течение лета работать на данном объекте. Кроме прочего, городские власти планируют провести берегоукрепление реки Чигири и ремонт моста. Информацию об этапах работы опубликуют на сайте благовещенск.рф. Благовещенск активно готовится к мусорной реформе, которая в Преамуре стартует с 1 апреля. В перспективе она предполагает и сортировку отходов. Пока новшества не ввели, однако экологическая утилизация в городе уже работает. И занимаются ей студенты и школьники. Только за один день они собрали 5 тонн макулатуры. О ее дальнейшей судьбе и пользе такой инициативы для природы наш материал. Мы хотим сдать бумагу. Хорошо, сейчас взвешиваем. 4,5 кило на троих. Столько макулатуры сдали четвероклассники первой гимназии. Ваня Гончарук раньше выкидывал бумагу в урну, но узнал, что ее можно сдать на переработку. Собирать уговорил весь класс. Из старых альбомов в школе получается. Ну и по изотам альбомы, рисунки накапливаются. Мы просто вырываем их из альбомов и собираем. Собирать макулатуру ученикам первой гимназии помогли и родители. Везли целыми грузовиками. В общей сложности начальная школа сдала 2 тонны 995 килограммов. Так горожане от хлама избавляются и пользу всем приносят. Первый такой опыт у гимназистов был в 2018 году. У нас акция была благотворительная. На деньги, которые заработали за сдачу макулатуры, мы приобрели пшено. И вот всю зиму еще дети наши кормили птичек. И кормушками у нас обвешана вся территория школьная. Ну и еще плюсом мы купили несколько пакетов корма для животных в остров спасения тогда. Сдать макулатуру и получить за это деньги может любой благовещенец. В областной столице за тонну старой бумаги дадут 600 рублей. Причем принести можно хоть килограмм любого вторсырья. Очень много у нас картонной упаковки. Она объемная. И я думаю, что мы замечательно очищаем город. То есть это не загрязняет наши улицы. Газеты тоже нам привозят. Ну то есть макулатуру практически мы принимаем разную. Ее прессуют и отправляют на переработку. Хранить на свалках или выкидывать бумагу нельзя. Разлагаясь она выделяет метан и попросту захламляет город. Повторно использовать волокна целлюлозы можно от 7 до 10 раз. Бумага производится непосредственно из древесных ресурсов, из древесины. Для этого что делают? Заготавливают древесину и в процессе достаточно сложной целлюлозно-бумажной промышленности производят бумагу. Если мы часть этой бумаги просто пустим на вторичную переработку, тем самым мы убережем дерево, которое будет расти в лесу дальше. Уберечь природу можно и сократив расход бумаги. В офисе стоит использовать черновики или печатать на обратной стороне листа. Непригодную собирать и сдавать в переработку. Кстати, в телекомпании «Город» уже пользуются этими советами. Продолжит программу рубрика «Вопрос недели». В этот раз ее гостем стал заместитель мэра города Виталий Рудненок. С Александром Ворониным он побеседовал о стартующей с 1 апреля мусорной реформе, о готовности города к ней, а также рассказал о вопросах, которые чаще всего задают жители на информационных встречах. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире «Вопрос недели», в рамках которого мы обсуждаем актуальные темы. Как будет проходить предстоящая мусорная реформа в Благовещенске? Готов ли город к этому? Такой вопрос поступил к нам в студию. А ответит на него заместитель мэра города Благовещенска Виталий Рудненок. Виталий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Город Благовещенск готов к вступлению в данную реформу. Проведена большая работа на самом деле и с управляющими компаниями, и с населением города Благовещенска. И мы, откровенно говоря, уже ждем именно 1 апреля, чтобы зайти в данную реформу. Так как у нас, мы все жители города, и видим, что не все гладко с вывозом твердых коммунальных отходов. У нас есть и недобросовестные управляющие компании, которые несвоевременно вывозят твердые коммунальные отходы. Это и у нас очень много несанкционированных свалок, как в гаражных массивах, так у нас в черте городской. То есть отчасти это связано с тем, что люди не заключают договора на вывоз твердых коммунальных отходов. И у нас нет полномочий, то есть у людей требовать информацию о заключенных договорах. При вступлении в данную реформу, то есть каждый гражданин обязан заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов. Так же, как и юридические лица. То есть все обязаны заключить договор. Все, что касается, конечно, населения, то это подразумевается и публичный договор, то есть это публичная оферта и не обязательно идти в офис регионального оператора и заключать письменный договор на вывоз твердых коммунальных отходов. То есть если человек не пришел, не заключил договор, то в течение 16 дней договор данный будет считаться, что заключен. И договорные отношения будут, так сказать... То есть автоматически? Да, автоматически заключены с региональным оператором. Вы говорите, что вы провели уже какую-то работу. В чем она заключалась? Это, во-первых, и с информированием населения. То есть информировалось население у нас как посредством средств массовой информации, через сеть интернет, через печатные средства массовой информации. Также проводятся регулярно встречи с населением. Фактически каждые два дня у нас проходят встречи с населением, где также отвечаем на вопросы жителей и, соответственно, разъясняем, как это будет все проходить. Как реагирует население и как это действительно будет проходить? Где-то люди это понимают, где-то люди воспринимают это негативно, потому что действительно вопросы разные, почему мы должны платить больше, что изменится, то есть основные вопросы вот такого плана, почему начисление будет именно на квадратный метр, а не с человека. То есть вопросы действительно разные и стараемся объяснять, доводить людям, но и основная цель все-таки, чтобы у нас с вами не образовывались вот эти несанкционированные свалки, чтобы у нас все-таки экологическая обстановка в регионе и в городе все-таки изменилась к лучшему, как и во всей Российской Федерации. Во всяком случае не было у нас оснований по тому же частному сектору требовать у гражданина предъявить тот же заключенный договор, и зачастую мы не знали, куда люди вывозят действительно твердые коммунальные отходы. И вывозят ли они, может быть выкидывают соседу. Безусловно, многие безусловно ставят контейнера возле своих домов, мы это видим, но у многих их и нету, то есть целые улицы есть, возле которых нет ни одного контейнера. Действительно создается вопрос, куда люди вывозят данные твердые коммунальные отходы. В любом случае все будет организовано, то есть региональный оператор приедет в определенный день, в определенное время и заберет твердые коммунальные отходы, которые вынесет гражданин. То есть это безусловный плюс, человеку не нужно будет брать эти твердые коммунальные отходы, грузить себе в автомобиль и везти куда-то на контейнерную площадку, либо еще куда-то в лес. Придут люди и заберут. Прям к тебе домой, к калитке. Пакет, тару с мусором вместо остановки транспорта до 10 часов, то есть после 10 часов региональный оператор будет идти машиной и забирать эти твердые коммунальные отходы. То есть все уже прописано и проработано. Да, безусловно, мы все это прописали. Также вопрос задается, то есть как человек вынесет мусор, там собаки будут все это раздирать. Но в любом случае мы эту реформу должны начать, будем начинать. И тем более, если касается это все-таки частного сектора, мы же понимаем с вами, что в частном секторе собака разрывает мусорный пакет тогда, когда там есть остатки пищи. Но я не думаю, что в частном секторе кто-то выкидывает именно пищевые отходы. Все-таки это в основном держит тех же собак дома и скармливает все-таки животных. Поэтому в меньшей степени я думаю, что такая ситуация будет. Тем более, если вы заметили, может быть, как житель города, я много езжу по городу и вижу, как по улице Чайковского, вверх Благовещенский едешь. Там эта практика уже сейчас существует. Люди не заключают договора, они просто выносят на обочину дороги пакеты с мусором. И у нас наше муниципальное казенное предприятие вынуждено забирать этот мусор с уличной дорожной сети и вывозить на свалку. Только сейчас это будут делать перевозчики. То есть на том кластере, где это будет происходить, то есть будет делать это перевозчик. То есть все это будет узаконено, упорядочено. Очень сакраментально, очень важный вопрос. Тарифы. Что нас ждет? Ну, тариф, он утвержден, утвержден он уполномоченным лицом. Уполномоченным лицом для утверждения тарифа в Амурской области является управление государственным регулированием цен тарифов в Амурской области. Для населения у нас предельный тариф установлен 539 рублей. Это за что? Это за один кубический метр. То есть по факту у нас тариф для многоквартирных домов, для долгоустроенных многоквартирных домов это 4,78 квадратного метра. Для домов с печным отоплением данный тариф составляет 2 рубля 39 копеек. А почему разница? Ну, здесь именно исходили из того, что если у человека отапливается неблагоустроенный фонд, отапливается печь, то часть мусора, это же бумага, какие-то еще отходы он сжигает в печи. Естественно, есть и отходы, которые сжигать нельзя. Вот исходя из этого дифференцированный способ был применен. То есть, что часть отходов человек может все-таки сжечь. Опять же, то, что можно сжигать. Тоже пластик, его нельзя сжечь, соответственно, какие отходы будут утилизироваться уже региональным операторам. В начале нашего разговора вы сказали, что надеетесь, что мусорная реформа поможет убрать свалки, несанкционированные вокруг города и в городе. Каким образом это произойдет? Дело в том, что в территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами учтены несанкционированные свалки. И те свалки, которые учтены в схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, они будут убираться за счет регионального оператора. Так как уборка этих несанкционированных свалок, она тоже уже отчасти заложена в тариф регионального оператора. А те свалки, которые будут выявлены уже в процессе работы регионального оператора, они будут выявляться как нами, так и региональным операторам, они будут уже убираться за счет собственника земельного участка, на котором расположены данные несанкционированные свалки. То есть, если это городская земля, то будет здесь уже расходы нести именно муниципалитет. То есть, оператор увидел свалку, выставил счет? Нет, немножко не так. Оператор, если он обнаружил данную свалку, он обращается к собственнику данного земельного участка, информирует о том, что в месячный 100-рок данный собственник должен убрать данную несанкционированную свалку. Если в течение месяца собственник земельного участка не принимает мер, то региональный оператор за счет собственных средств убирает данную несанкционированную свалку, за что предъявляет счет собственнику земельного участка. Всем нужно понимать, что те же несанкционированные свалки мы вывозим за городской бюджет. Это деньги наши жители нашего города. Если меньше будет этих несанкционированных свалок, значит мы эти денежные средства можем пустить совсем на другие цели. Строить дороги, делать освещение. Поэтому все зависит от нас с вами. Как мы с вами к этому отнесемся, как мы настроим эту систему, так и будем жить с вами дальше. Поэтому не нужно устранять последствия, нужно устранять причины. Нужно сделать так, чтобы наш город был чище. Спасибо, Виталий Александрович, за такую обстоятельную беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, задать свой вопрос городским властям может каждый на аккаунте администрации Благовещенском в Инстаграм, написав письмо по электронной почте в телекомпанию «Город» или просто позвонив нам по телефону. Это был «Вопрос недели». Всего вам доброго и до встречи. Продолжаем выпуск. Поставить диагноз, только взглянув на больного и справиться с пациентом-дебоширом. Это лишь малая часть заданий Олимпиады для студентов-медиков. В ней соревновались три команды – из Благовещенска, Хабаровска и Читы. Практические навыки будущие врачи демонстрировали в симуляционном центре АГМА. А оценивали их практикующие медики, профессоры и наш корреспондент. У 20-летнего пациента наступила клиническая смерть. Будущий педиатр из Хабаровска Сергей Кукура вместе с коллегами возвращает его к жизни. Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, адреналин. Рабочему процессу не мешало ничего. Как вдруг… Объявился нетрезвый товарищ дебошир. Рвется к другу, ругается бранно. Сергей, хоть и понимает, что это постановка, действует профессионально. Уводит в соседнюю палату, пытается успокоить. Но тот ни в какую. Я все, я потом буду жаловаться в министерство. Вот у меня все есть. В реальных условиях это тоже возникает. Тем более сейчас с учетом новых законов, сейчас родственников вообще в реанимацию пускают. Поэтому сейчас может любой, кто хочет, зайти. Такие люди есть и они будут. Тем более данный пациент был в нетрезвом состоянии. Ну, мы медицинские работники, будущие врачи. Мы должны как бы и с этими людьми тоже находить общий язык. Найти общий язык конкурсанты должны между собой во втором задании. За минуту, не прикасаясь к пациенту, каждому нужно оценить его состояние. После, посовещавшись, поставить диагноз. Хабаровская команда с заданием справилась. Нам попалась небольничная пневмония, леостроение, нижнедалевая, дыхательная сочность второй-третьей степени. Далее нужно было пойти коррекцию лечения. В принципе, это тоже не являлось каким-то сложным моментом. Единственная сложность, которая для нас была, то, что также эффект тревожности возник в том, что диагноз слишком простой был. То есть мы ожидали, что это будет сложное. Сложностей не возникло и у остальных команд из Амурской и Читинской медакадемии. Но без ошибок, конечно, не обошлось. Понимаете, врач учится всю свою жизнь. Поэтому, конечно, были определенные ошибки. Мы будем над ними в дальнейшем работать. И ребята тоже. В целом, все ребята молодцы. Они очень старались. Они очень хотели показать свои лучшие навыки. Они хотели прославить каждый свой медицинский вуз. Поэтому мы ими гордимся. Гордиться собой, уверены члены жюри. Студенты заставят их и завтра, на очередном этапе конкурса. Тогда же и определят лучшую команду будущих медиков. Учились на этой неделе и спецслужбы. Одним из вечеров спешно эвакуировали посетителей торгового центра. Там, по легенде, произошел взрыв и захват заложников. Для силовиков антитеррористические учения стали первыми в этом году. 600 сотрудников спецслужб МЧС и служащих ДВОКУ отрабатывали самый высокий, красный уровень террористической опасности. Освобождали заложников, обезвреживали преступников и установленное ими самодельное взрывное устройство. Тушили пожары и оказывали первую помощь пострадавшим. Подобные учения Амурский оперативный штаб организует до 4 раз в год на крупных объектах города и области. Не менее зрелищное и интересное мероприятие прошло у Росгвардии. К ее бойцам в гости пришли девятиклассники 17-й школы. Понаблюдали за работой служебных собак, прикоснулись к автомату Калашникова и гранатомету. Примерили бронезащиту и каски. Встречу устроили в преддверии Дня войск Национальной гвардии. Пустили за закрытой обычной дверью и нашего телеоператора. Косуленку из Благовещенского зоопарка негде жить. Пока Яша обитает в большом птичьем вольере. Но с каждым днем он растет и нуждается в собственной клетке. Какая сумма требуется на ее строительство, каким животным себя считает сам малыш и как вообще обстоят дела в зоопарке, узнаете в ближайшие минуты. Шершавый язык и большие карие глаза. Корова – одно из любимых животных четырехлетней Полины Черновой. Видела их в деревне и даже знает, что они дают молоко. Но уговорить родителей взять домой маленького теленочка не смогла, поэтому завели хомячка. Косуленку ближе по душе овощи и фрукты. В день он съедает их по килограмму. Маленький Яша – сирота. Его нашли в Шимановском районе. Выкормили из соски, вырастили в одном вольере с козами. Иногда он даже ведет себя, как они. В декабре малыша передали в зоопарк при областном институте развития и образования. Яша еще совсем маленький. Косуленку всего 9 месяцев. Он как ребенок очень добрый и любопытный. Всегда рад гостям и каждому дарит свою ласку. Сейчас он живет в вольере Хохлатова-Осаеда, пока тот зимует в теплом помещении. Но скоро птица вернется в родные пенаты, поэтому Яше пора строить отдельную клетку. Вольер будет находиться вот в районе нашей клумбы, которая 40 метров длиной. В таком большом вольере косуленок сможет бегать. На отсыпку, ограждение и сам сарай нужно около 90 тысяч рублей. Таких средств, к сожалению, у зоопарка нет. Нам можно помочь финансово, то есть можно перечислением деньги в нашу организацию. Многие люди мне давали деньги, я потом отчитывалась. Мы таким образом построили вольер для хищных птиц, для конюков. Кроме вольера для косуленка, в зоопарке хотят построить и клетку для медведей. В своей старой хищники ростом выше, чем 2 метра, уже просто не помещаются. Помочь экологи просят неравнодушных горожан. Подробности можно узнать, позвонив в зоопарк. Его номер на экране. В лагере имени Гагарина уже вовсю звучат голоса. Пока летние каникулы не начались, на территории работают столяры, слесарь и строители. Детям, которые в этом году приедут на отдых, готовят комфортную жизнь и несколько сюрпризов. О масштабном преображении лагеря наш корреспондент. Не детский смех разносится, металлический скрежет. Большая стройка развернулась в самом сердце лагеря. К апрелю здесь появится новая сценическая площадка. 20 метров в длину и столько же в ширину вместит всех 200 воспитанников смены. От дождя укроет крыша. Пол выдержит любые дискотеки. Он будет заливным. На все работы уйдет 6 миллионов рублей. Сосновые балки через пару дней станут беседкой. Самой большой из шести, что есть в лагере. В ней воспитанники смогут собираться на мастер-классы или просто отдыхать. Кроме новых мест для отдыха и развлечений, территорию Гагарина украсят и малые архитектурные формы. Будем вырезать деревянного космонавта в полный рост. Возможно, в дальнейшем даже ни одного космонавта. Будет еще повар. Мне хотели попросить сделать повара и доктора Айболита. Благоустройство лагеря идет активно уже третий год с тех пор, как его передали ОКЦ. В этом пришла очередь обновиться и пяти деревянным корпусам. Раньше полувековые домики приходилось красить каждый сезон. В этом вопрос решили по-другому. Стены и крышу обшивают металлом. Кроме того, в них поменяли окна и двери. Никакая непогода будет не страшна. Как только еще потеплеет, мы уже начнем работать по территории. Нужно убрать листву, нужно готовить будет корпуса, мыть, красить. Ну, то есть будем ждать детей. Мы уже сами ждем, не дождемся, когда же у нас лагерь оживет детским смехом, радостью. 4 июня начинается первая смена. И все стартует вплоть до 22 августа. Родителям, которые хотят пристроить свое чадо на лето в лагерь, не стоит поторопиться. Путевки пока есть на все четыре смены, но с каждым днем их становится все меньше. Ведь Гагарина – один из лучших лагерей области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова